Как говорили в советское время, страна живет, пока работают заводы. Преимущественно в городском Зеленодольском районе свое благополучие связывают с развитием промышленности. Надежды возлагают на судостроение индустриальный парк М7 и создаваемую промплощадку М7 «Новая волна». Помочь должен и статус территории, опережающего развитие. В принципе, это только старт новой экономики Зеленодольска. И как показывает опыт набережных Челнов, старт очень удачный. Но и конкуренция за привлечение инвесторов идет очень жесткая. И здесь придется поработать не только головой, но и локтями. На сессии подробно обсудили актуальную для Зеленодольска тему расселения из аварийного жилья. Как доложил глава, новые квартиры получили полторы тысячи семей. И в ближайшее время в городе будет снесен каждый четвертый дом. Рустам Мениханов заметил, что на эту тему с людьми нужно лучше общаться и разъяснять, чтобы не было недопонимания и недовольств. Убедить людей, разговаривать с ними. Я понимаю, что это не так просто, но другого шанса у этих людей все равно не было бы. Также президент указал, чтобы освобождаемые после сноса домов земельные участки использовали строго для строительства социального жилья. Эти земельные участки после сноса, они никому, не в бизнесе никуда. Там будет строиться жилье для граждан, то есть там будет социальное жилье строиться. Это самое главное. Не куда-то мы это. Это все в резерве, значит, жилищного фонда. И главное, ее правильно использовать. Я тебе говорю, что это случайно своим друзьям эту землю не переписал. Подытоживая, Рустам Мениханов обратил внимание, что в своем докладе глава много рассчитывает на республику, но мало критикует работа на местах и недостаточно конкретен. Просьбы понятны, просьбы ты все озвучил. Свои задачи ты мало сказал. Кто-то что-то тебе дал, ты похвалил. А вот где недостатки, кто недорабатывает? Какие муниципальные образования у тебя личным подворьем? Ничего не сказал. Значит, вот домашнее задание, я, конечно, записал все. Вы немножко конкретно работаете, тоже у себя. Мы отчетную сессию объединенную города-района проводим. Также президент поручил местным властям лучше поддерживать фермеров и врачей. Республика же всегда готова притянуть руку помощи своими социальными программами. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Зелендольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова